Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 29 главу этой книги, в которой рассказывается, может быть, об одном и самом трагическом моменте в жизни царя Давида, когда он оказался в стане врага, а враг отправляется войною на святую землю. Нам трудно понять до конца, почему Давид спустился в филистинскую землю. В то время, когда народ Божий ввел войну с филистинлянами, что называется, не на жизнь, а на смерть. И мы уже знаем, что вскоре погибнет царь Саул, помазанник Божий, от руки этих нечестивых филистинлян. Приговор Божий уже как бы свершился над ним. Понять вот эти действия Давида очень сложно, как и трудно понять сошествие Христа в ад, когда он сходит в ад, и там он облистал его сияние божества. Надо сказать, что единственная причина, которая приходит на ум, Давид произвел сильнейшее нравственное впечатление на филистинского царя Анхуса. И царь Анхуса прилепился к душе Давида. И мы увидим в этой главе, как он отстаивает интересы Давида, защищает его в глазах филистинских князей. И, может быть, ради одной этой души Анхуса Давид и сошел в эту землю филистинскую. Как святитель Иоанн Слатоуст писал о Христе, «Если бы ты грешник, один бы жил бы на земле. Ради тебя одного Христос сошел бы на землю и умер на кресте». Итак, мы читаем начало 29 главы. «И собрали филистинляне все ополчения свои в Афеке, а израилетяне расположились Астаном у источника, что в Израиле. Князья филистинские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистинские, это что за еврей». То есть для князей филистинских, сарим-плештим, было непонятно, почему их царь Анхус взял с собой этого еврея. Не очень понятно, как они определили, что он еврей. Возможно, по внешнему виду, потому что евреи не стригли волос на висках и могли свисать пейсы закрученные. Или он носил на себе молитвенный талит, белая ткань с черными полосами по краям. И, конечно же, на краях талита, цицит, это нити, которые напоминали человеку о заповедях Бога. Нечто подобное происходило с Иисусом Христом, когда он проходил через самарянское селение. Сказано, что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И самаряне решили его не пропустить. А что значит иметь вид путешествующего в Иерусалим? Он тоже был одет каким-то характерным образом. Итак, филистимские князья спрашивают, что это за еврей. Давайте посмотрим, какое объяснение есть. Это объяснение беды достопочтенного. Язычники презирают жизнь, общество и вероучение верных Христу, которые справедливо называются евреями, то есть переходящими. Я напомню, что слово еврея означает человек, перешедший реку Ефрат. Которые справедливо называются евреями, то есть переходящими, ибо ныне переходят они от пороков к добродетелям, а в будущем надеются перейти от смерти к жизни. Глядя с высоты устремленного к небесам духа, они знают, как преодолеть низменные желания плотской природы, они знают, как победить все враждебные козни мира сего. И мы помним, что первым евреем был Авраам, который услышал Божий призыв, лех-леха, «Иди себе» или «иди к себе» или «иди познай себя». Давид без сомнения познает самого себя, в этих сложных обстоятельствах оказаться среди филистимлян, это действительно все равно, что оказаться в аду. И в то время, когда филистимляне идут войной на народ Божий, он вместе с ними, но он не их. В одной книге я читал, что монахи сидели на берегу ручья, и один монах спросил другого, что значит быть монахом. Если в наш монастырь часто приезжают мирские люди, мы слышим их мирские разговоры, мы слышим их песни, что значит быть монахом? И тогда пожилой, более опытный монах сказал, «Достань мне камень из ручья». Тот достал. Монах, умудренный годами, попросил молодого инока, «Разби этот камень». Он разбил. И монах пожилой обратил его внимание, «Посмотри, этот камень совершенно сухой внутри». Мы не знаем, сколько лет он лежал в этом ручье. Мы не знаем, как часто вода этого ручья омывала его, но он внутри сухой, потому что вода не проникла. Если бы вода проникла бы внутрь этого камня, то он бы рассыпался бы в песок, он перестал бы быть камнем. Так и монах, живущий даже близ мирских людей, он сохраняет полную непричастность к ним. И как здесь не вспомнить слова Христа, «Как овец среди волков посылаю вас». Так и Давид в окружении филистимлян со своими немногими людьми в хвосте этой армии жестоких филистимлян он был, как тот свет, который во тьме светит, и тьма не может объять его. Итак, князья филистимские спрашивают, «Это что за еврей?» Анхуз отвечал князям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского. Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». Анхуз вступается за Давида, и надо сказать, Анхуз действительно воспринимал Давида с очень таким искренним сердцем, насколько, наверное, это только было возможно для филистимлянского правителя. Но князья филистимские с недоверием отнеслись к этим словам, и мы читаем далее, «И взнегодовали на него князья филистимские, то есть на своего царя, и сказали ему князья филистимские, отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне». То есть они опасаются, чтобы в решающий момент, когда будет битва, Давид может ударить им в тыл. «Чем он может умилостивить господина своего», здесь они ведут речь о Сауле, «как не головами сих мужей», то есть как не нашими головами. «Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Филистимляне не могут простить Давиду и его подвиги против них. Ведь именно Давид убил чудовище Голиафа, эту машину убийств филистимлян. И память об этом была чем-то трагическим для них, и они не могут терпеть такого человека среди себя. Одна христианка спрашивала меня, почему к ней все плохо относятся на работе. Я спросил ее, а знают ли они о том, что она верующая. Она сказала, «Я особо никому не рассказываю об этом, но ко мне очень плохо относятся». Я ответил ей так, «Люди чувствуют, что вы другая, вы иная. И этого нельзя не чувствовать, потому что о христианах сказано, вы письмо Христово, всеми узнаваемые и всеми читаемые. И как бы мы ни пытались бы маскироваться, нас всегда распознают, нас всегда узнают и всегда определяют, кто мы такие». «И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехороший. Итак, возвратись теперь и иди с миром и не раздражай князей филистимских». Анхус понимает страх князей филистимских, их недоверие. Может быть, он сам вначале с недоверием относился к Давиду. Но так как Давид длительное время находился при нем и ни в чем предосудительном не был замечен, то Анхус к нему претензий сам не имеет. Но он не может это объяснить другим филистимским правителям. «Но Давид сказал Анхусу, что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» Филистимляне чувствуют, что Давид другой человек, Давид иной человек, не такой, как они. И если христианин пытается как-то скрыть, кто он такой, ему это не всегда удастся. И более правильно было бы, наверное, человеку не скрывать свою веру ни в каком случае. Но Давид борется за жизнь, за выживание. Ему более безопасно находиться среди филистимлян, потому что царь Саул гоняется за ним, чтобы убить Давида, или только Давида, погубить его людей, его семью. И он пытается как бы упросить Анхуса. И отвечал Анхус Давиду, «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали, пусть он идет, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань, утром ты и рабы господина твоего, очень интересная фраза, и рабы Саула, как бы говорит он, господина твоего, которые пришли с тобою, и идите на место, которое я назначил вам, и не имей худой мысли на сердце твоем, ибо ты предо мной хорош, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». А почему Анхус напоминает Давиду о том, что его люди это рабы Саула? Может быть, Анхус этим хочет сказать, в тебе-то я уверен, в тебе ничего плохого и не обнаружил. Но вот люди, которые рядом с тобой, вот эти 600 человек, среди них могут быть тайные агенты Саула, которые в самый решающий момент сражения могут все повернуть и против тебя, и против нас. Давиду ничего не остается, как покинуть войско филистимлян, и встал Давид сам, и люди его, чтобы идти утром, и возвратился в землю филистимскую, а филистимляне пошли на войну в Исраиль. Мы можем только догадываться, что планировал Давид. Но догадка будет основательной, ведь мы уже знаем, что Давид совершал походы против язычников и обманывал царя Анхуса, говоря, что он совершает походы против израильтян. Возможно, что в решающий момент Давид готов был напасть на филистимлян, ведь они не просто шли походом в землю Божию, они шли, чтобы убить Саула, помазанника Божия, душа которого была очень дорога для Давида. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы продолжим нашу беседу по этой книге царей и увидим, что произойдет после. после. Продолжение следует... Продолжение следует...